и большой привет здравствуйте иногда в жизни токаря приходится использовать токарный станок скажем так не по своему прямому назначению то есть не съем стружки не сверления не про . а использовать его как всевозможный такой мощный гибочный станок или круглосварочный или как назвать да сварочный стол такой вращающийся или там еще некоторые вещи и у меня возникла мысль у меня сегодня есть работенка я вам еще покажу и потом еще добавлю к этому ролику кусочки старых работ которые делались вот на данном токарном станке ну вдруг кому-то будет любопытно на что способен токарный станок кроме производства стружки в общем я показываю вы смотрите что я reset на данном токарном токарном мазь и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Ну вот такая красота, ребят, в итоге у нас получилась. Осталось поставить, запустить машину и посмотреть. Так что, если что, и у вас не хватает шкива, ничего страшного. Берете первую попавшую заготовку под руки, токарный станок, точите. А если не хватает железок, свариваете все в кучу, все равно точите и получаете вот такую вот близкучую штуку. Так, теперь вставляется это все сюда. Вот она. Ставим второй хомутик. Зажали. Зажали. Ты фрезер сделал. Ну вот, ребят, фреза диаметром 5 миллиметров, глубина 3 миллиметра мы уже сделали. Я по полмиллиметрика брал, в принципе легко идет, не напрягаясь. А так оно есть. Шпонка пятерка, 3 миллиметра там, 2 миллиметра сюда. Легко, красиво, замечательно. Мы сейчас найдемся сваркой и наплавкой металлов на осях и валах в токарном станке. Я беру медный крокодильчик, к нему цепляю обычный стальной крокодильчик. А почему медный, он не искрит и он не прилипает к стали. Сейчас включаем станок, вал будет крутиться и электросваркой будем наплавлять сюда, ну, буквально 2 миллиметра металла. Нам этого будет вполне достаточно. Конечно. Аплодисменты. Ну и все, ребят, сейчас эта штучка остынет и начнем протачивать. Субтитры добавил DimaTorzok Изобретение не мое, посмотрел в интернете. Фреза 5 мм, двухзаходная, да, двухперая. Вставляем, зажимаем и фрезеруем. Ну и все, начинаем фрезеровать. Итак, шпон-паз с вами сделали, теперь засверлим отверстие под провода. Ну и так, ребят, шпон-паз сделан, отверстие просверлено. Осталось эту штуку, отрезать, нарезать резьбы, все. Зажимаем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот у нас Продолжение следует...